друзья всем привет меня зовут макс белоусов и сегодня я с вами хочу поделиться очень интересной темой эволюции человека и эволюции эксперта на примере собственной жизни то бишь моей да вот в течение 15-20 минут я вам в целом расскажу собственно что я осознал за последние там 10-15 лет двигаясь по пути эволюции себя как человека да как я дошел до определенных результатов собственно и отвечу вам на вопросы которые у вас естественно есть как больше зарабатывать денег как искать хороших клиентов как саморазвиваться как проходить через кризисы как бороться со страхами за что мне все это нужно да там вот почему у меня там вещи на какие-то проблемы не урядится вот ну и другие вопросы тоже собственно с чего мы начнем я долгое время изучал психологию психотерапию нлп на разные тренинги ездил да там в том числе и зарубежные и вот изучая много-много разных моделей я пытался собственно найти ту которая мне откликнется и когда начал изучать тему архетипов изначально я ее применял для брендов то есть я когда работал как стратегический маркетолог с разными компаниями брендами я собственно это все внедрял там чтобы помочь с позиционированием чтобы помочь в отстройке от конкурентов понять какие цвета подойдут какой оффер зайдет от целевой аудитории как это все запаковать значит какие смыслы передавать и так далее да и потом я себя спросил блин а ведь эту штуку можно и на людей транслировать я научу круто ложится я начал это все изучать копать обложил себя тонны литературы начал все это изучать через себя переваривать и я нашел очень стройную классную модель которая реально объясняет собственно как тебе смотрящим это видео выйти на следующую ступень твоего развития и как человека и как эксперта да и сегодня на собственном примере своей жизни я вкратце расскажу как это работает если тебя это заинтересует то ну собственно изучай вместе со мной эту тему дальше итак давай сначала рассмотрим собственно классическое понимание архетипов значит откуда оно вообще взялось значит был такой карл густав юнг который собственно от фрейда отпочковался и начал больше глубже изучать тему бессознательного и собственно когда он это все начал изучать он пришел к выводу о том что у каждого из нас есть так называемое бессознательное на это такое но внутреннее наше вот пространство в котором много чего происходит без нашего особо ведома но вот оно может даже управлять нашим действием нашей жизни нашими стратегиями поведения так далее есть также еще коллективно бессознательно это мифы сказки легенды истории народов цивилизации какие-то ритуалы которые мы из поколения в поколение так или иначе переносим от человека к человеку да и она у нас вшита уже туда в подкорку и ну если прям совсем вкратце да вот вот это так вот и собственно карл густав юнг выделяет несколько архетипов которые потом другие уже там сейчас психологи соционики и тому прочее докручивать всю эту модель и сейчас данное время мы имеем 12 архетипов все они разные у каждого из них своя задача у каждого из них своя мотивация свои плюсы и минусы и все они подчиняются определенным правилам если мы говорим про вот то что мы смотрим сейчас на картинке 12 архетипов да вот это колесо архетипов давайте собственно разберемся сначала с тенденции их поведения есть четыре стратегии поведения людей да потому что по сути каждый из этих архетипов он есть в нас то есть по сути это целостная личность 12 архетипов присутствует в каждом из нас просто в разных пропорциях есть в чего есть всего четыре тренда поведения значит давайте рассмотрим их если мы говорим про вот этот квадрант да ну не подран как этот кусочек до пирога вот значит здесь мы видим три архетипа ребенок мудрец и искатель и задача вот этого квадранта вот и вот этих трех архетипов какая у них стратегия это познавание себя да то есть познать лучше себя понять себя это познание на познание следующий квадрант если мы берем три архетипа бунтарь маг герой это про изменения изменения себя изменения мира это нарабатывание какого-то навыка да то есть это какое-то активное действие которое мы производим с собой с окружающим миром с объектами то есть это про изменения изменения следующий квадрант который мы берем любовник шут славный малый это про коммуникацию про общение с людьми про принадлежность принадлежность и последний квадрант это заботливый правитель творец вот у этих трех архетипов тренд стратегии поведения это контроль это влияние это управление и структуризация мира ну давайте назовем это управление влияние управление вот четыре основные стратегии в жизни вот если вы сейчас вот спросите у сами же у себя собственно где вам больше откликается вы собственно и лучше уже себя поймете потому что у каждого из нас так или иначе есть какая-то сейчас на данный момент времени на данный момент жизни есть какая-то ключевая наша стратегия поведения и том числе это естественно отражается и на нашем поведении с клиентами на нашем стиле управления да на вообще как мы себя проявляем в социуме какую роль мы на себя берем давайте пример приведу все вы знаете там властелин колец либо ведьмак на либо человек паук либо там гарри поттер да вот в любой из этих историй есть распределение этих четырех ролей ну если прямо взять гарри поттера то по сути они каждый факультет так и разделили на потому что изменения и геройствование вот это вот воинственности это про гриффиндор естественно если мы говорим про слизерин где присутствует значит хитрость какая-то смекалка значит коммуникативные какие-то стратегии да это сто процентов принадлежность да значит то есть их сильная сторона это хитрость манипуляция и взаимодействие с людьми и даже где-то ну там как в архетипе любовник или в архетипе шут какие-то такие там издевки помните там малфоя да как он себя там проявлял вот в общем в гарри поттере даже это есть да вот если мы возьмем ведьмака то вспомним да вот геральт главный герой ведьмак это естественно герой на стопроцентный рядом с ним есть енифер ведьмачка ой не в мячка прошу прощения волшебница да там темная магия она выполняет функцию саппорта поддержки до такого причем поддержки именно в плане магического какого-то такой магической силы на есть также бард бард выполняет тоже функции саппорта но у него саппорта именно с точки зрения такого шута барда есть опекун ментор его учитель в ведьмачьей школе визимир да если распределять роли даже в сказках мифах и легендах всегда есть собственно человек который что-то делает человек который его куда-то направляет что ему надо делать да чему-то учит излечивает и дает там эмоции и поддерживает его кому не коммуникативно и морально да то есть всегда вот 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 эти вот распределения роли всегда происходит и в соответствии с вот когда мы понимаем собственно мы вот у себя спрашиваем да вот в чем наша сила да то есть в чем наша принадлежность мы лучше можем раскрыть собственно свою внутреннюю силу лучше понять себя свою стратегию поведения и соответствии с этим понять вообще какой у нас следующий шаг развития да и как нам больше зарабатывать деньги где мы лучше всего можем себя проявить да то есть как эксперты там как наставники как поучи как психологи там как маркетологи неважно да вот с этим окей понятно я думаю плюс минус если подробнее хотите в этом разобраться у меня будут и эфиры и интенсивы вот и собственно там я буду еще глубже это все рассказывать показывать вам объяснять давайте двинемся дальше соответственно значит что мы дальше видим есть этапы развития человека причем важный момент вот еще чуть-чуть и я уже перейду собственно к своей к своей истории да важный момент что ну есть разные концепции то есть есть там концепция психологического возраста есть концепция там этих этапов силы там шесть этапов силы да там развития личности человека да вот в архетипической психологии выделяется всего три этапы развития человека по четыре архетипа на каждый этап когда мы говорим про детство в чем детство я не имею только детей там до 14 16 лет некоторые будучи взрослыми продолжают быть детьми то есть ведут себя как-то проявляют как деть значит пока вы не пройдете уроки от этого этапа вы дальше не выйдете это как вот чтобы попасть в университет нужно сдать экзамен сначала детский садик начальная школа школа университета то есть как бы не пройдя предыдущий этап вас не пустят на следующий соответственно если вы хотите там миллионы рублей зарабатывать если хотите работать с крупными проектами с интересными людьми ресурсными если вы хотите путешествовать покупать себе там за границей дома там машины роликсы это все оно там на высоких этапах развития вас как человека где вы себя на сто процентов проявили вы поняли свою уникальность свой скил свой навык свою полезность которую можете нести в мир да раскрыли ее на максимум вам за это готовы платить хорошие деньги но по сути и кигай такой вам это нравится вас это получается людям полезно и готовы за это платить деньги вот собственно чтобы к этому прийти нужно себя изучить и есть три этапа как я уже сказал развития вас как человека и развития эксперта вот первый этап обуславливается развитием вашего эго давайте я буду рассказывать про себя вот ну что собственно так будет мне проще да вам наверное понятен пошелом как-то откликнется на реальных примерах из жизни когда я начал первые деньги зарабатывать то это были ну подработки официантом я работал еще в сумме подносил одежду бы этим консультантом по одежде вот и потом на четвертом курсе я устроился по образованию по своей профессии инженером геофизиком два года поработал вообще мне не понравилось получал 35 тысяч рублей в месяц вот и после этого я ушел в смм я начал удаленно работать в районе тоже там 35 40 тысяч мне платили но в этот момент времени я понял что мне это нравится то есть по сути моя точка отсчета если мы говорим про меня как маркетолога консультанта точка отсчета было 35 тысяч рублей в месяц вот это моя точка а и собственно если раскладывать на три этапа развития меня как эксперта то в первый этап развития я отрабатывал свое эго она у меня была болючая я часто с людьми спорил доказывал свою правоту топал ножками и стерил обижался очень вел себя как ребенок ну не развитый до психологически вот я если вы себя в этом узнали собственно ну поздравляю вы находите на первом этапе развития и как человека и как эксперта собственно когда я во все это наигрался ну я понял что надо как-то двигаться дальше надо себя уже взращивать вот и вообще понятия кто я есть как-то еще понять мир окружающий и я от себя двинулся в окружающий мир если мы возьмем модель спиральной динамики возможно вы ее видели то вы здесь можете заметить следующий интересный момент что она движется от я к мы то есть по сути это пирамида маслоу то есть каждый виток спиральной динамики обуславливается развитием определенного уровня вашего осознанности и закрытие уровня потребностей то есть первое это базовые потребности поесть поспать заняться сексом ну это если мы говорим про взрослого человека да ну плюс минус короче это безопасность база потребности безопасность дальше мы идем к мы там мы получаем эмоции дальше мы идем опять к я вот и каждый раз вот так вот у нас такой как пинг-понг сначала мы изучаем себя потом изучаем себя об мир потом изучаем 5 себя возвращаемся потом опять мир потом опять рефлексируем в себе понимаем чему из мира взяли какие инсайты да и вот так мы получается вот движемся вверх вверх до высшей степени осознанности и проявленности себя как человека как эксперта да вот и соответственно здесь то же самое то есть первое эго это про нас на первом этапе мы если говорим про психологию и про детей мы учимся понимать что мы хотим понимать как нам это получить учимся собственно говорить об этом что мы хотим получить да то есть ну там я хочу поесть я хочу там в туалет и так далее да 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 дай мне игрушку мама то же самое и в этапе развития эксперта то есть мы учимся заявлять о себе хотя бы как-то минимально закрывать базы потребности вот я этот этап называющий чернорабочий то есть вот первый этап это чернорабочие которые научаются что-то делать как-то вот собственно доходе до какой-то кондиции то есть там ну до уровня там плюс-минус хорошего хорошей экспертизы и там где-то до 150 тысяч в месяц они зарабатывают вот это соответственно первый этап развития метод первый этап занял ну года два-три то есть от 35 тысяч до 150 я плавненько дошел за за год за полтора до этих стабильных 150 тысяч после этого у нас идет этап второй это душа и очень важный момент который здесь у меня возник для перехода из первого этапа во второй как я уже до этого сказал если вы помните каждом этапе у нас есть по четыре архетипа и переходный архетип из первого этапа во второй является архетип воин воин который защищает наши личностные границы которые учат собственно нас защищать себя до собственные интересы и понимать вообще сколько мы хотим зарабатывать насколько мы вообще ценны и и так далее да вот вот это в этом этапе воина я прям очень долго застрял воин тире бунтарь у меня такой вот этап войны с собой с окружающим миром у меня прям затянулся лет на пять вот я причем в какой-то момент там даже получал там 500 тысяч 700 тысяч в месяц да там на разных проектах работа или на одном крупно как тони роббинс да там у меня был проект то есть 500 700 тысяч я получал но у меня было очень много конфликтов уже не на почве защиты своего эго а на почве каких-то высших материи то есть я боролся за какие-то эфемерные идеи свои которые сам же и придумал да за какие-то высшие смыслы значит мне важно было чтобы я был прав да то есть не клиенту удовлетворить да там сделать проекта чтобы я был правым да что меня заметили вот в общем вот это все я отрабатывал на втором этапе опять же это очень вкратце вот но подробнее дальше будет следующих видео вот и соответственно вот когда я отработал в себе вот архетипы воины бунтаря как отработать тоже буду рассказывать уже на интенсиве который будет три дня длиться да вот ссылочку я обязательно вам пришлю и когда я отработал вот эти воины и бунтарь архетипы меня пустили дальше потому что что такое отработать архетип каждый архетип как я до этого сказал присутствует в в нас то есть это 12 грани нашей личности если у вас какой-то архетип не развит либо он находится в теневой зоне то есть вы не принимаете что-то из этого архетипа то есть например вот вас бесит люди которые бунтари вот они бунтуют они о себе заявляют они что-то меняют вот без вас такие люди да значит вы в себе это не принимаете то есть вы не принимаете этот архетип себе эту грань личности и если вы это не принимаете в себе то вы и не получаете блага и дары от этого архетипа то бишь какой-то инструментарий поведенческих стратегий которые вам могут понадобятся тем более если вы хотите больших результатов в жизни в бизнесе там в карьере так далее да то для больших результатов естественно нужны разные подходы и некоторые подходы которые у вас работали на детском этапе развития естественно не будут работать на взрослом этапе развития и пытаться детским ключиком пластмассовым открыть большой стальной замок не получится поэтому нужно прокачивать всего себя для того чтобы быть разносторонним целостным целостной личностью и каждый архетип он понадобится на вашем пути эволюции соответственно вот когда я отработал себе через кризисы да вот вообще кризис чтобы понимали это инициация вот особенно у мужиков у кого там случаются знаете там финансовые кризисы там у женщины там какие-то болезненные разрывы в отношениях там когда вы начинаете маму папу как психолога это перерабатывает да это процесс инициации процесс инициации как раз происходит тогда когда вы переходите во второй этап развития он нужен всегда потому что именно второй этап обуславливается изучение вашей души тонких материй а тонкие материи изучаются большинстве своем через какие-то потери через смерть через болезни через кризисы таким образом мы расширяем понимание о себе и мире потому что у ребенка все окей у него всегда все классно у него есть безопасность у него с родителей которые защитят Родители, конечно, бывают разные, бывают опекающие, бывают травмирующие, но какие-то родители есть, да, то есть он находится под защитой. Как только он выходит в мир, конечно, там много опасностей. Где-то там ногу поранил, где-то там ястреб на него налетел, где-то там какие-то там эти гоблины появились, да, драконы тут, значит, и так далее, да, летают. Вот, то есть, ну, изучение мира, оно всегда обуславливается какими-то кризисами. Собственно, но вы, если туда вышли, там и блага есть, потому что все ваши ресурсы и хотелки, желания, они все там во внешнем мире. Соответственно, это процесс инициации, то есть выход во второй уровень всегда происходит через жопу. То есть, если вы к кризисам и жопам относились плохо, я вам говорю, что нет, это нормально. Вот, про свою большую жопу я рассказал в книге «Борьба за внимание» и фильм, есть одноименная «Борьба за внимание», когда у меня были и суды с клиентами, и долги на 10 миллионов рублей, и болезни, я там в больнице лежал, чуть не помер, да, то есть, вот это все у меня случилось в один год. Вот, это у меня такой процесс инициации произошел, да. То есть, я себя пересобрал в этот момент, то есть, я переосмыслил мои стратегии поведения, мою жизнь, мои приоритеты, мое поведение и так далее, мои проявления в мире. И, когда я двинулся уже в третий этап, вот, тут я уже начал отрабатывать самость, самоценность. То есть, я четко понимаю, кто я есть, в чем моя ценность и чем я могу быть полезен для людей. И вот, если вы доходите до третьего этапа, вот здесь как раз и начинаются нормальные чеки от миллиона рублей. И не потому, что вы научились хорошо продавать, нет, потому что вы ведете себя по-другому. Мы все излучаем определенные вибрации. То есть, даже вот по психолингвистике, по соционике, по языку телодвижения, по физиогномике, ну, все говорят, что 80% человек считывает, как кто-то говорит, и только 20% что. А как это энергия? Как это, ну, то есть, как мы воспринимаем человека в общем и целом, да? И, соответственно, что бы вы ни говорили по скрипту правильно, вы не продадите на миллион рублей, потому что другой человек будет считывать, что вы сами в это не верите. В эту ценность, в эту, то есть, что вы готовы эти деньги взять, да? Что вы достойны этих денег, да? Это все очень вот так вот считывается, понимаете? Вот, то есть, вот все коучи, эксперты, наставники, кто говорят про проявленность, они никогда не объясняют, как это сделать. Ну, типа, мало просто научиться говорить, типа, ораторское искусство себе прокачать и не бояться выйти на сцену. Очень большая работа остается за кадром, внутри, сами собой, да? И как раз-таки эта работа и начинается на третьем этапе. Там как раз у нас архетип правитель, архетип маг, архетип мудрец и архетип шут. Шут не значит, ты только всех веселишь. Нет, вообще, это как трикстер, как бард, а как человек, который понял, собственно, ну, прошел жизнь, понял мудрость этой жизни и относится к ней проще, к этой жизни, да? Вот. Ну, то есть, почему бард? Потому что он, ну, барда что делает? Слагают легенды и сказки про свою историю либо про чужую, да? То есть, по сути, это спикер. То есть, последний этап, это человек, который передает уже свой опыт кому-то, да? И вот, представьте себе, чтобы стать спикером, чтобы начать транслировать свой опыт и зарабатывать от миллиона рублей в месяц, это не просто нужно в Инстаграме, знаете, написать, я спикер, да, там, и поставить чек на свои услуги миллионы рублей, а это нужно, извините меня, пройти вот целый, блядь, кусок жизни, этап, да, трансформации. То есть, вы можете его сами пройти, можете пройти со мной быстрее, да? То есть, я прямо объясню, что на каждом этапе вам нужно изучить. И этот этап эволюции эксперта, он, по сути, вот, можно его посмотреть, проанализировать на, значит, спиральной динамике. То есть, если мы вот возьмем спиральную динамику развития личности, да, вот, он двигается вперед, и где солнышко, собственно, вот, мы тут достигаем совершенства, то есть, по сути, вот, где солнышко, это вот все ваши вот эти вот кумиры, которые там на миллиарды рублей продают, вот, они все там. И еще раз говорю, не потому, что у них там мама, папа были там с деньгами, или они там, значит, талантливые, либо они научились как-то продавать, у них какая-то волшебная связка там в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке, нет. Просто они себя работали над собой. Вот эта внутренняя работа, просто она мало кому видна, да. Почему вот у кого-то хочется купить, а у кого-то не хочется, вот именно поэтому, да. Это как, знаете, это как вот, когда вот у меня, вот у меня родители актеры театра кино, вот, и я уверен, вот, когда вы, когда смотрите какие-то сериалы, особенно русские, вот, в некоторых сериалах у вас вызывают чувство испанского стыда, когда вы смотрите на чью-то игру. Почему? Потому что человек неправдив, то есть он играет, но он это не прожил. А когда человек прожил, получил жизненный опыт, мудрость жизненную, да, ее трансформировал в инструменты, влияние, да, там, и стратегии поведения, то есть в навык это перевел, это же ощущается, да. Соответственно, вот если взять вот эту вот спиральную динамику развития, то вот как раз каждый человек проходит по вот этим спиралям. И на каждом этапе есть определенный урок и определенный ключик, чтобы его открыть и получить вот эти блага, вот эти новые инструменты поведения для себя, чтобы их внедрить и пойти дальше, да. И вот как раз таки об этом, вот, я и буду подробно рассказывать на интенсиве, который у меня будет длиться три дня. Если вам интересно, вот здесь должна быть ссылочка на этот интенсив, записывайтесь. Если пока еще не прогрелись к этому интенсиву, смотрите, читайте меня дальше, вот, и, собственно, я буду подробнее больше с разных углов рассказывать про вот эту концепцию сюжетной трансформации и архетипов, про эволюцию эксперта и личности. Вот, очень классный инструмент, вот, и когда я это все, знаете, склеил, собрал, я думаю, охренеть, это же все, блин, объясняет. Это объясняет мои кризисы финансовые, личностные, там, почему я не получал зарабатывать деньги, там, да, вообще я к миллиону рублей в месяц шел, ну, получается, вот, если брать 35 тысяч рублей, которые я обозначил, да, как точку А, до миллиона, то есть, вот этот путь у меня занял примерно 6-7 лет. 6-7 лет я пытался понять, а как, блин, это делать? Что значит миллион в месяц? Это не значит, я разово, случайно заработал, стабильно миллион в месяц получать и больше, да, то есть, у меня этот путь занял 6-7 лет. И вот этот 6-7 летний путь вы можете пройти быстрее, потому что я это проходил, как бы, знаете, как это, интуитивно щупая и пытаясь понять, о чем мне дальше делать, а когда я этот путь прошел, и с этим инструментом сюжетной трансформации и архетипов я осознал, что на самом деле, это было, и что нужно было делать, я через этот путь могу провести вас, как я привожу, как я проводил уже и провожу своих учеников. Причем, еще раз говорю, не важно, какая у вас ниша, то есть, у меня были и маркетологи, которые приходили, там, 50-100 тысяч зарабатывали, потом начинают зарабатывать миллион-полтора-два в месяц. Психологи, там, наставники, коучи, эксперты, дизайнеры, программисты, там, да вообще не важно, короче, не важно, какая ниша, это этап эволюции любого человека. То есть, этап ощущения своей ценности, умение передать эту ценность, взрослые позиции коммуникации с клиентами, да, с людьми, то есть, там очень много всего зашито, вот, это все я буду прям подробно вам рассказывать позднее на интенсиве, вот. Надеюсь, вам было полезно, вот, чуть подробнее про свой путь к миллиону вы получите в том месте, где вы смотрите это видео, вот, там есть прям отдельное видео, где я уже рассказываю с точки зрения заработка миллиона, то есть, как я к нему пришел, как эксперт, вот. С точки зрения вот архетипов и сюжетной трансформации, думаю, немножко я вас погрузил, да, то есть, вывод какой, какой у вас должен быть вывод, что каждый из нас, каждый человек состоит из 12 грани личности, 12 архетипов, каждый архетип важен, все эти архетипы развиваются по разу, на каждом этапе, каждый этап обуславливается четвермя архетипами, да, еще раз вспоминаю, то есть, эго, взросление, душа и самость, да, вот, если вы застряли до 100 тысяч, до 150 тысяч в месяц, значит, вы, скорее всего, находите на первом этапе развития, я знаю, как попасть на второй, я знаю, как попасть на третий, и это, опять же, не про продажи, вот, если вам прикольно, интересно это все, оставайтесь на связи, вот, и, собственно, буду рад вам помочь, так скажем, повзрослеть как личность, повзрослеть как эксперт, понять лучше себя, проявить на 100% распаковать свой талант, а он у каждого из вас есть 100%, да, ну, и достойно зарабатывать, увидеть этот прекрасный мир и купить себе все, что вы хотели, вот, и помогать людям, как вы умеете, уверен, это делать, все, с вами был Макс Белорусов, пока, спасибо, кто смотрел. Макс Белорусов,